Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Евгений Олегович Новосёв, заместитель главного муниципального земельного инспектора Денцовского городского округа, начальник отдела муниципального земельного контроля администрации. Здравствуйте, Евгений Олегович! Рад вас снова видеть в нашей студии. Давайте сегодня подведем промежуточные итоги проведения плановых рейдовых осмотров на территорию округа. Да, третий квартал закончился, уже можно подводить итоги. Все поручения и задания, которые были поставлены правительством Московской области в лице Министерства имущества и отношений, Министерства сельского хозяйства Московской области, нами выполнены. По результатам можно сказать, что проведена на территории округа большая работа в отношении 1376 земельных участков, пройден плановый рейдовосмотр. По результатам, где-то около половины из этих земель – это земель всехозяйственного назначения, а оставшаяся часть – это земли иных категорий, земли населенных пунктов, земли промышленности и особо охраняемых природных территорий и объектов. Все-таки были ли выявлены нарушения и какие? Да, конечно же, нарушение было бы выявлено. По статистике, около 30% от осмотренных земельных участков, они у нас выявлены первичные признаки нарушения земельного законодательства. В основном связаны эти факты с самовольным захватом территории, муниципальной, нецелевым использованием земельных участков или не использованием их под заявленные цели. А также на ряде земельных участков выявлен произрастание борщевика Сосновского и отсутствие признаков его обработки. То есть, если когда первично вы выявляете нарушение, это только собственник отделывается предупреждением? В том числе есть и такая форма реакции, она более мягкая. А также по некоторым категориям мы планируем проводить внеплановые контрольные мероприятия в отношении физических лиц, без согласования с Одинцовской городской прокуратурой, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, путем согласования таких проверок с Одинцовской городской прокуратурой. Ну и там уже, наверное, будут меры совершенно другие. Ну, меры все те же самые, по большому счету, просто субъекты предпринимательской деятельности у нас находятся под некоторым контролем и есть ряд ограничений на проведение проверок в отношении таких субъектов. Вот если сравнивать период этого года и прошлого года, количество нарушений возрастает или все-таки уменьшается? Ну, так как у нас в этом году количество там по плановому рейдовому заданию было больше, нежели то, что было в прошлом году, конечно же, количество нарушений увеличилось. Ну, процентное соотношение, в принципе, осталось, ну, примерно тоже это в рамках там 30-40%. А в каком процентном соотношении увеличилось количество осмотренных земельных участков? Ну, в этом году у нас добавились еще, помимо земельных участкового значения, еще объекты дорожного сервиса. Вот, в отношении, ну, как бы это, новое направление, да, в нашей... Какие объекты относятся вот к этой категории? Что это такое? Мойки, шиномонтажи, сервисы. Вот, это отдельное направление, которое в этом году у нас началось, проводится, плановый рейдовосмотр и интеризация таких объектов, чтобы понять, какая вообще ситуация в области и, в частности, в Одинцовском городском округе с такими объектами. А с какой целью вот именно эта категория теперь перешла в том числе и к вам? С какой целью вот проводится и инвентаризация, и проверка, и тогда по каким категориям? Ну, такие мероприятия проводятся с целью понимания в том числе и нами, и правительства Московской области, сколько таких объектов существует на территории Одинцовского городского округа, а также соответствует ли их фактическая деятельность, виду разрешенного использования, который установлен в соответствии с реестром недвижимости. Эта работа уже началась? Да, началась. Если говорить об итогах, можем мы сегодня что-то подвести? Можете ли вы дать оценку о существующей инфраструктурной, именно инфраструктуре дорожных объектов? Да, вот у нас на плановом осмотре еще было около 400 таких объектов. И где-то тоже около трети таких земельных участков используются не в соответствии с установленным видом разрешенного использования. По данным фактам мы в отношении правовладателей таких земельных участков направляются предостережения и предлагается самостоятельно, добровольно провести работу по внесению изменений в реестр недвижимости, сведений о виду разрешенного использования в отношении таких земельных участков. Если этого не происходит, то возможно ли изъятие земельных участков или прекращение деятельности? В крайнем случае, возможно, закон предусматривает такой порядок. Но, точнее, к этому вопросу мы планируем подойти в следующем году. То есть, после проведения проверок, если будут доказаны эти факты, если органы Государственного земельного надзора с Росреестром, сельхознадзор вынесут соответствующие постановления, то здесь уже можно рассматривать вопрос об изъятии. Но я еще раз повторяю, это крайняя мера. Мы стараемся, конечно же, к ней не прибегать. Привлекаете ли Вы в этой работе другие сторонние надзорные органы? Такие органы, ну, вот, как я повторюсь, они непосредственно с нами на планы варидового осмотра не выезжают, а рассматривают те материалы, которые уже мы направляем в их адрес, уже с выявленными нарушениями. С кем Вы работаете? Кто Вам помогает в данном случае? Кто является экспертным? Это Росреестр, это Росреестр, это Росрехознадзор по земельскохозяйственному назначению. В случае, если самовольные постройки выявляются, здесь уже материалы могут быть направлены в Главное управление Государственного строительного надзора Московской области для привлечения к административной ответственности. И также существует порядок судебный выхода в суд с требованием о сносе самовольных постройок незаконных. Евгений Олегович, как проводилась в этом году кампания по борьбе с борщевиком Сосновского? В этом году... Уже осень, можно, в общем-то, да, подвести тоже итоги? Начали позднее наши мероприятия в связи с ограничительными мероприятиями, ну, как бы с начала июня в этом году. Тоже достаточно много земельных участков мы осмотрели. То есть, ну, на каждый земельный участок тоже рассматривался с учетом нахождения на этой территории борщевика Сосновского. Вот, и если он выявлялся, то в соответствии с кодексом административных правонарушений Московской области, муниципальные земельные инспектора обладают правом и возбуждают вносить административные протоколы за как раз непроведение таких мероприятий, да, по уничтожению борщевика. Вот, и направляется для привлечения к административной ответственности, ну, в виде штрафа, административную комиссию администрации Одинцовского городского округа. Вот, по результатам таких работ у нас плановых рейдов и осмотров, там, на 32 земельных участках и юридических, и физических лиц выявлены такие факты. Составлены протоколы об административных правонарушениях, направлены в административную комиссию и вынесены штрафов на 760 тысяч рублей в этом году. Ну, сумма внушительная. Тем не менее, вот все эти годы борьбы с борщевиком, они дают свои результаты. Как вот в целом сегодня вы оцениваете территорию округа? Ну, в целом есть положительные сдвиги, благодаря проведенной в том числе информационной кампании за прошлые периоды. Также по результатам профилактических мероприятий и этого года, и прошлого года, ну, то есть, собственники, владельцы участков стали более внимательно относиться к таким фактам. Но вместе с тем полностью, естественно, он как бы не искоренен. Ну, то есть, здесь самое главное, чтобы собственники правильно использовали, эксплуатировали земельные участки. Совершенно верно. И следили за ними. В основном, да, такие случаи выявлены на тех участках, которые не используются по каким-то причинам, да, там, в установленных целях, там, длительный период времени. В основном на таких участках есть и на используемых земельных участках, которые, ну, в границах территорий, заборных ограждений. Также такие факты были выявлены. Спасибо, Евгений Олегович, за информацию. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.